добрый день приобрел себе в подмогу вот такой вот пинпоинтер я хожу с металлодетектором как он называется господи в общем minilab 705 значит и в подмогу себе приобрел детектор хожу очень давно но почему-то как-то у меня не доходило делала до приобретения обычной вот это элементарные штуки вот выбрал выбор почему пал на китайца это китаец восемь с половиной тысяч стоит 9 тысяч стоит оригинал либо гарет либо minilab для меня например дороговато эта модель она в основном для людей у которых ну не хватает денег для по на полноценные поисковые приборы но вот это как заменитель я считаю что отличная вещь вот я посмотрел в интернете значит люди ходят с ними ходят вполне нормально не жалуются вот и поэтому решил тоже приобрести показать что это такое значит комплект значит состоит из чего мы достанем его так что у нас здесь есть так сразу говорю батарейку отдельно я покупал значит что сюда входит сюда входит значит сам прибор вот он не оборудован батареей ветер очень сильный дует не знаю что там будет не получится не получится от перепишу тогда значит сам пинпоинтер инструкция само собой на английском языке но она не нужна инструкция здесь даже школьник разберется а значит и шлейка понятно тоже для чего чтобы не потерять металла детектор тоже это можно назвать металл детектором значит зад открывается у него крышечка с колечком так крона вставляется здесь крону по дыркам видно как крону вставить здесь только два варианта но логика где большая дырка там большая часть батарейки вставляется закрывается закрывается фиксируется включение происходит кнопкой включили один раз пикнули все работает светодиодик на подсветку звук отсюда исходит значит процесс ну стандартный пинпоинтерный вот монетка чем ближе подносите тем увеличивается частота колебаний звуковых колебаний и соответственно виброколебаний в руку все здесь элементарный механизм так что советую не реклама советую покупать такие пинпоинтеры вот этот вот соответствующие модели gp pointer вот очень удобный тяжелый то есть батарейка легкая сам по себе тяжелый то есть китайцы молодцы что-то туда-то положили если даже он пустой но хотя бы может быть кирпичик положили дальше это цепляется шлейка суда и на пояс соответственно растягивается ну растяжение небольшое конечно у него но этого достаточно кому неудобно пожалуйста можно в карман вот вешается он на пояс таким вот образом и все вот такой маленький обзорчик советую покупайте цена кстати цена у него я покупал 2300 рублей это цены на конец 16 года вот советую вот эта фирма работает отлично здесь есть сигнал на империю вот сейчас покажу как работает китайский пинпоинтер оранжевого цвета который я только что показывал около своего дома работоспособность его вот где-то в этой кучке есть похожий сигнал на монету а может быть не монета может быть какое-нибудь колечко мой мини-лаб 705 это не различает но это минус 8 это не тот сигнал вот в общем с попробуем так пикнул а вот что то есть смотрим так даже искать не надо вот она как удачная прям в ладошку взял вот она монетка так сейчас посмотрим что это за монетка немножечко потрем здесь песок должен быть сохран хороший так монетка так сейчас резкость поймаем так непонятно так то о 1857 год 1857 александр 2 да это хорошее место для поиска совершенно я не ожидал что здесь александра 2 монеты это вот недалеко от моей деревни буквально в 500 метрах вдоль аренушкиной рощи но в общем не дело не о том дело о том что прибор работает прибор работает не хуже иностранных приборов вибрация передается как в руку так и звук так что покупайте ребят 2 2 300 2 500 алиэкспресс отлично работает батарейка крона вот модель его сейчас если резкость наведется ну короче видно джепи поинтер